Пока Вито там разбирается с голубцами, я покажу, что с нашей долгоиграющей тумбочкой. Вот я уже начал обшивать, видите, вверх уже обшитый. Часть на клей, часть на клеймеры и так далее. Но узкие, получается, клеймеры некуда поставить, поэтому только на клей. Ну, клей очень хороший, я уже проверил, как он держится. Вот, и вот так, значит, под 45 я попробовал и не делал. Потому что здесь, как делается, здесь узенькая вот такая плиточка, она срезается, подгоняется одна под другую. Вот, потом следующее, следующее. А меня вот на всю длину без станка, вот эту, идеально ровно под 45 градусов срезать болгаркой. Ну, увы, где-то вот так получаются неровности. Их можно портить и очень долго, поэтому все-таки я решил это дело не делать. И вот купил уже уголок. Вот, вот так он ложится, вот он. И будет, в принципе, идеально. Вот, и вот так будет уголок. Так, вот эту штучку, среднюю, вот почему здесь стыки, я же не приклеиваю. Она будет вот так у меня, ну, вот эту штучку, то есть еще закрепится, вот. Вот, она вот так снимается и спокойно доступ к сливному устройству и ко всему. Уголок здесь приклеится и нормально. В принципе, мне сейчас осталось уже обшивать дверь. Четыре двери. И точно такая полоска же будет снизу. Вот тут тоже закрыты вот эти направляющие наши. И, в принципе, готово. Ну, не знаю, успею ли до Нового года, ну, потому что есть много другой работы. Ну, постараюсь успеть. И здесь оно действительно, видите, на улице и в сарае холодно делать, как говорится, там не получится. Поэтому в комнате. Ну, а в комнате вот бардак. Поэтому я вот это сейчас отсюда уберу и перенесу на кухню. Вот. Пока, Витя, мешать не буду. Вот. Посмотри на мои глаза. Да, я вижу. Отписитель на кухню. Вот. Я поставлю ее вот здесь вдоль этого дивана. Она жузенькая. И буду здесь заниматься. Ну, я же на кухне занимался вот этой полкой, которую делал под кухню. Здесь все собирал. Так что и это буду собирать. Вита говорит, я не знаю, когда елку и так далее. Буду, наверное, ставить елку. Да, уже пора и украшать. Уже как бы время. Но тут у меня еще заготовки на дверь лежат. Их тоже отсюда надо принять. Это еще же один проект. Вот. Двери будем делать. Но это пока на одну дверь. Вот сюда, в ванную. И потом уже, если это все красиво получится, потом будем делать сюда и наверх в спальню. Я уже, может, показывал. Но еще раз покажу. Вот же ж. Вот такие я заказал. Офигенные петли. Вот. Это для скрытого монтажа. Видите, какие они. Вот так. Опять одной руки не хватает. Вот. Вот такие. Две петли вот такие выдерживают дверь 80 килограмм веса. У меня столько не будет. У меня будет дверь где-то килограмм под 40. Вот так. Ну, я пересчитал с МДФ. Вот. И там две плиты. Можно было бы делать, конечно, более две тонкие МДФ. А внутри полость. Туда делать вставки. Но опять, это надо деревообрабатывающий станок, чтобы четко вставки. Потом клеить. Ну, много молокий. Пускай она у меня будет тяжелее. Петли с двойным запасом выдержат. И будет отлично. Дверями займемся уже явно после Нового года. Так что это постоит. Сейчас надо подумать, куда их отсюда убрать. Петли с двойным запасом выдержать. Доброе утро. Утро на улице сырое, но снег растаял. Зимы уже нету. Лед покрытый полностью водой. Хотя там рыбаки еще ходят. И, как видите, я освободил место. Разгреб вот это все дело. Значит, нашу полку, тумбочку, перенес вот сюда. И здесь буду ее доделывать. Чтобы там не так мусорить, а здесь посмотрим. Успею я доделать. В комментариях кто-то там писал, и даже не один, что в ванной ламинат сыра там и так далее. Это ламинат довольно хороший. Вот, смотрите, он влагостойкий. С этой стороны покрыт. И с этой, видите, здесь пластик. Только торец. Вот. А вот это все покрыто. И на улице, я же говорил, там кусочки валяются уже несколько лет. И ничего с ним не случилось. Он не разбух. Это не ДСП плита, которая очень боится влаги. Дверь тут же у меня лежала. Вот. Перенес. Вот я ее поставил сюда. Вот так. Пускай стоит пока. И пленку еще накрыл. Хотя дверь тоже с влагостойкого МДФ. Вот так. Сделано. Ну, пока не закончу эту тумбочку. Не приступлю к двери. Хотя, как бы для двери уже и все готово. Все по очереди посмотрим. Перед Новым годом другие немножко заботы. И сейчас уже внесу сюда елку, игрушки. И будем наряжать нашу новогоднюю красавицу. У нас там еще и олень. Прошлый плогов показывал, как его делать. Кому будет интересно, посмотрите. А сейчас будем наряжать. Вот я принес все наши пакеты с гирляндами, с игрушками. Вот олень наш и вот елка. И сейчас будем распаковывать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Не все рабочие. То есть полурабочие. Как видите. Вот. Две работают, две не работают. Здесь половина гирлянды не работает. Один какой-то у нас светодиод пропал. Либо здесь, в блоке, вот этом питании. Отпал провод. Буду смотреть. Включаем другую. Вот. Это белые. Сейчас можно найти режим, где... Ну вот, видно, что опять две работают. А две не работают. То есть половина гирлянды тоже самое не работает. И вот у меня еще есть очень большая вот такая. Но это на улицу. И эта синяя, она тоже на улицу пойдет. А вот эту я хотел еще одну на елку повесить. Ну, половина не работает. Сейчас посмотрим. Если нет, то и такую повешу. Мне немножко повезло. Вот. Это гирлянда. И, благо, отвалились проводочки вот здесь. Сейчас покажу. Все работает. Видите? Все светодиоды работают. Вот они. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон»